Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. «Евангелие – живая вода для души. Я освящаюсь и просвещаюсь Словом Божьим. Господь беседует со мной». Так говорил великий молитвенник и чудотворец, святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, который сам стал воистину источником живой воды для русского народа, ревностным пастырем Церкви Христовой, пророком, явленной нашему Отечеству в годины великих испытаний. О праведном Иоанне Кронштадтском написаны немалые книги и статей, и мы сегодня предлагаем вашему вниманию книгу, которая также посвящена всероссийскому пастырю, но написана она была в начале XX века, а ее новое издание вышло в 2021 году в издательстве «Отчий дом». Называется книга «Источник живой воды. Жизнеописание праведного Иоанна Кронштадтского». Предлагаемое читателю описание жизни и деятельности святого составлено редактором и издателем журнала «Кронштадтский маяк» Николаем Ивановичем Большаковым, непосредственно близко знавшим отца Иоанна. Книга представляет собой отражение еще прижизненной славы и всенародного почитания угодника Божия. Основанная на многих документальных источниках, она наиболее полно раскрывает фактическую сторону жизни светильника земли российской и предлагает богатый и уникальный в своем роде фотографический материал. Достаточно подробно освещаются события, малоизвестные православному читателю по другим изданиям. Напутствование отцом Иоанном, умирающего государя-императора Александра III, борьба с нарождающейся революционной смутой, последние годы земной жизни, кончина и погребения, а также первые свидетельства чудесной помощи у гробницы святого. Впервые после революции репринтное издание книги было подготовлено к печати в 1995 году и получило прижизненное благословение преснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. Данное издание является первой современной публикацией обширного труда Большакова. Книга снабжена необходимыми примечаниями и аннотированным указателем имен. В предисловии книги Николай Иванович также отмечает, что еще при жизни знаменитого вселенского молитвенника и чудотворца протеерея Иоанна Ильича Сергиева стало появляться в печати много крупных и мелких произведений, посвященных его биографии, пастырским подвигам, чудотворениям. Большаков выделяет наиболее известный из них. Это капитальный труд епископа Каширского Евдокима «Два дня в Кронштадте», обстоятельную биографию батюшки, составленную бывшим доцентом Санкт-Петербургской духовной академии Архимандритом Михаилом, труд Животовского «На север с отцом Иоанном Кронштадтским», произведения Цветкова «Отец Иоанн Кронштадтский» и «Чудодейственная сила его молитв» и другие. Все эти произведения, по словам автора, так или иначе сходствуя друг с другом в разных заимствованиях, в то же время и дополняют друг друга теми или иными сведениями и подробностями. «Точно так же и мы, — говорит Николай Иванович, — в нашем труде, предлагаемом благосклонному вниманию православных верующих читателей, с одной стороны, многое заимствовали у вышеупомянутых писателей, с другой стороны, у нас есть много такого, чего не находится в перечисленных трудах. А именно, мы с особым вниманием останавливались на моменте начального прославления отца Иоанна, на этом переходе от скромной доли смиренно верующего священника к славному уделу всероссийского молитвенника и вселенского светильника. Затем почти во всех вышеперечисленных трудах слабо и кратко отмечено пребывание дорогого батюшки в октябре 1894 года в Ливадии у адра умирающего преснопамятного государя-императора Александра III. В этой же книге это изложено с обстоятельной подробностью. Автор также благодарит старецу Игуменю Таисию за изданные ею воспоминания об отце Иоанне и письма отца Иоанна к матушке. Мы, отмечая от большаков, сделали все, что могли. Пусть могущие сделать лучшее, сделают лучшее. Но чтобы оценить достоинство этой книги, ее, конечно, нужно прочитать. Познакомиться с полным ее содержанием читатели смогут сами. Мы же остановимся на главе, которая рассказывает о том, как отец Иоанн относился к своему пастырскому служению. Как отмечает автор, нет нужды скрывать, что некоторые, принимая священный сан, не думают много ни о чем. Их душа не наполняется чувством горячей ревности, служения Христу даже до крови. Их взор не простирается в далекое будущее, когда их вера будет подвергаться всякого рода искушениям и испытаниям. Но всегда, даже во время хератонии, бывает ясна в их сознании великая идея пастырского служения. Но не с такими думами и чувствами приступал к этому служению отец Иоанн. Он смотрел на пастырское служение как на высочайшее служение на земле, выше всех других служений. И его высокие думы о пастырстве остались думами, неразвеянными никакими невзгодами до конца его земной жизни. Какие чудные строки о пастырстве мы, по словам автора, находим в дневнике отца Иоанна. Священник, пишет батюшка, это ангел Господа Вседержителя. И действительно, священник должен быть как ангел, воспорять выше земного, быть выше житейских пристрастий, беспрестанно возвещать величие и славу Божью в Церкви Божьей людям его, возвещать волю его, быть хранителем и провозвестником вечных заповедей Божьих. Священник должен отличаться мужеством, неустрашимостью, быть выше всякого лицеприятия и неправды, должен уподобиться ангелам по своему постоянному воздержанию, чистоте, неусыпному бдению, а в веренном ему от Господа залоге о бессмертных душах человеческих. Вообще, по мнению отца Иоанна, священник должен быть врачом людей духовным и телесным, утешителем печальных и скорбящих, заступником невинно гонимых, особенно вдов и сирот, и помощником для всех. О том, как должен быть высок духом и горячим любящим сердцем священник, отмечал отец Иоанн, и так он сам относился к пастырским обязанностям с первых и до последних дней своего служения. Об этом свидетельствуют и его собственные записи в дневнике, и воспоминания современников, которые в том числе собраны на страницах этой книги. В письме от 31 октября 1906 года к игумене Таисии отец Иоанн отмечал «Ты знаешь, как ко мне благодатью Божией стремится народ и старый, и малый, как дети меня встречают с радостью, подобно как некогда Христа еврейские дети встречали с радостью, с торжествующими лицами и песнями. Так и ныне везде простые люди и незлобивые дети встречают меня с радостью». Что это значит? Значит, что благодать Божья живет во мне и всех простых сердцами влечет ко мне, а через меня к Богу, которому я служу. Завершая этими словами предисловие книги, Николай Иванович Большаков выражает надежду, что эта книга хоть на несколько мгновений возвысит православного читателя над житейской суетой и перенесет его в возвышенный мир, обвеянный благодатной атмосферой великого светильника земли русской. Дорогие друзья, нам сегодня пришла пора прощаться. Ищите мудрые и душеполезные книги в церковных книжных лавках и мир вашему дому.